Здрасте, там целый стол. Итак, мы в американском буфете, называется Golden Coral. Вкуснота, нам сейчас шримпы принесут, то есть креветки. И у меня горячая печеная картошка. Я тебе половинку дам? Картошка стейк, да. Заказал? А ему уже дали? Я взяла, он же хотел стейк. Вторая смена. Ой, сколько еды, боже, все мои, жареные креветки. Эти большие стейки. Выбираешь, хоть кровавые, хоть не кровавые. Давай. После вкусного обеда, по закону Архимеда, надо сходить пошубиться. Эта сумочка прям мне очень понравилась, очень-очень понравилась. Стоит 50 долларов. И кто это такой, это кто-то вообще непонятно кто. Стоило под 100, а сейчас стоит 49,99. Прям хорошенькая такая. Прям такая. Тут страшной лап. Очень. Он у меня кричит, а он забаррикадировался. Моя ты птичечка. Мама, иди сына найди. Сейчас я пойду маме скажу. Добрая мать. Добрая мамочка. Давай, пока он потерялся, убежим. Может, нас не найдет. Туша, пока. Нет. Антон, мама-то тебя не ищет совсем. Ну ты поспи там, мы сейчас погуляем по магазину и придем. Знаешь, у нас это, мы когда в детстве, это, когда он маленьким был, он же никогда не шел. Антон, иди ко мне, Антон, иди ко мне. Он никогда, он вечно удирал. У меня было фишка. Туша, пока мама уходит, я так разворачиваться даже за мамой. Ну естественно. Шутка слишком затянулась. Алла мне говорит, Люда, иди, 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 тут бомба лежит. А где она тикает? А вот я не знаю, я тоже не пойму, где она. Бомба, бомба висит, тикает. Тикает, конечно, бомба, шучу. Уже не тикает, вот отсюда где-то тикает. Это вот эти вот штучки, которые вот, чтобы не стырили, вот. А вот оно, вот оно тикает, вот оно. Вот, вот оно тикает вот здесь. Это чтобы не стырили сумки. Ой, я думаю, правда, что-то как рванет бомба. Бомба, бомба. А я, а я прохожу, слышишь? А ну, тихо, тихо, я понимаю, а я думаю, ну, а я не вот на то, что проходит. Так, стоило 248. Теперь 100. Ой. Мы что, не сидим, как птички на веревочке? Ой, смотри. Ага. Пойдем. Ждем мамку, пока с магазина выйдет. Где-то мама так долго чашки пошла покупает. Чашек малые, говорю, ай, ты еще коньки не сносила. А у тебя куча чашек. Ну, Алла, тебя не убедишь. Ее не переспорить. Алла, сейчас рассказываю по поводу Шедули, расскажи. Начали с того, что мы ее Чикасо называем Чикатило. Потом Карри Форти, как ты говоришь? Курва. Вот доехали до Курвы, а потом свернули на Чикатило. И потом сразу Люден Долго. А про Шедули расскажи. А про Шедули на работе я работала. Погромче. А там, этот, скейджил какой-то там. А я же учу. Ну, она читает там Си, Айч, это. Ну, я моя Шедуля, понимаешь? Я же читаю Шедуля. А мне начальник говорит, Алла, скейджил. А я же не туда. Я не вырубила, что это она меня поправляет, понимаешь? Говорю, Шедуля, я не знала, какую эту Шедуль разнести. Там на Шедуль Си, на Шедуль есть. Она, Алла, скейджил. А я говорю, какой скейджил, говорю. Она говорит. Это правильно произносить скейджил. Я говорю, о, боже. Знаешь. А я думаю, ну, я с ней же по-русски, а вот это одно слово только по-английски. Шедуля. Она говорит, думаю, ну, даже если там что-то не так по-русски сказал, они-то все равно не понимают никто там клиента. А она мне... Ну, я думаю, что они бы не поняли мою Шедуль, что это оказывается скейджил, понимаешь? А она четко поняла, что это такое, понимаешь? Ну, у меня с английским это это... У меня, я когда приехала, я не могла запомнить эти крылышки. Они у меня выньглз были. Я понимаю, что меня не понимают. Я понимаю, что я неправильно говорю. Но как это правильно, я не помнила. И я все время говорю, выньглз, и показываю, чтобы всем понятно было, понимаешь? И показывают. Да, и показываю крылышки. Вот она, вот она, Курова. Ну, теперь до Чикатило, и мы дома. Тебе, ну, все понятно, блин. У меня тут... А, говори... И точно так же в Хьюстоне. Там одна такая улица, но язык можно сломать. Я уверена, что даже американцы ее неправильно читают. Ну, наверное, какое-то индийское такое название было, знаешь? Ну, вот как я его прочитала, да, вот как я его запомнила. Я когда с американцами говорю, а я говорю, в каком районе там живете, это... Ну, вы-то знаете, вот эта вот улица. И называю по-своему, как я его прочитала. Они ржут, да не могу. Они все понимают, о какой улице идет речь, понимаешь? Ну, прикалываются, да? Ну, да, ну, прикалываются, что я не могу выговорить эту улицу. Ну, там, действительно, там язык сломать можно. Ну, Чикассоу тоже. Я пока... Во-первых, до сих пор мне трудно написать Чикассоу. Ага, вот у меня чикатило, и все. У меня тогда так легко и просто. Я как запоминала, как к тебе ехать, понимаешь? Вот, по курсе, по курсе едешь, то... Ну, как ты, голос, и покупай вот эту мазь, вот эту мазь, когда отрастят же, когда там что-то такое. Называется как? Бинге... Бинге... Бинг... Бинг... Бингец? Как-то... Бинге... Бингел... Гелц? Что-то... А я его называю Билл Гейтс. Билл Гейтс! Он с меня ржут, а потому что мне Билл Гейтс легче заполнить? Легче, потому что мне Билл Гейтс уже приходит и говорит, у нас есть Билл Гейтс, но я уже знаю, о чем он говорит, Билл Гейтс. Хотя Бингей, Бингей называется. У меня все эти, все родственники разговаривали, ну же, разговаривали на моем английском. Вот, и прикалывались, знаешь, я, у меня идет, ну как у вас, если ты отрицания, то ты можешь хоть 20 отрицаний в одном предложении соединить. А у них нельзя, понимаешь? Только одно, да. Отрицания, два уже, они отрицания. И я вот это сижу, это самое утро, а он у меня кушать готов. Сижу утро. И no body, no feed me, no body, no feed me. Знаешь, он, знаешь, сначала спешил, потом начинает нервничать, потом смеется, а потом говорит, ты понимаешь, что ты говоришь? Я говорю, ну что, я говорю, говорю, что меня никто не кормит. А он говорит, нет, ты должна только одно отрицание сказать в предложении. А так ты сказала, что тебя все кормят, мол, типа, это. Я говорю, нифига. Я говорю, ну, будет над видами. И приехал его сын, 12 лет где-то было. И он вот это вместе. Сначала, знаешь, прикалывался, потом же видит, что я не ведусь на приколы. Это твои проблемы, ты можешь прикалываться, с какой, а мне так легче говорить, понимаешь? И он вот это, это, сидим утром вместе, это самое. Я сижу там, no body, no feed me. А папа так раз быстрее начинает там что-то готовить. Он понял, что работает. Сидит на вторую вилку. Ну, body, no feed me. Ну, как я тоже поначалу. Мне так было странно. Ой, какое солнце. Мне так было странно. Вообще ничего не видно, только солнце яркое. Ты налево вторвываешь вообще. Нет, еще нет. Нормально. Я не выезжаю, нет, я же вижу. Ты что, я же контролирую. Я очень осторожно. Мне отсюда было видно. Не, не, не. Мне отсюда не видно было. Мы тоже с Дугласом приходим в этот, ну, поначалу еще, с самого начала. Ну, я же, ну, мы говорим, да? Без мяса или мы говорим, без лука там. Бутерброд без лука. Ну, без, слово без. Without. Ну, есть слово without. Он подходит и заказывает себе бутерброд, чизбургер with no onions. Я, то есть, я ничего не могу. С, нет лука. С, нет лука. With no onions. Ну, я, ну, я, как я говорю, я говорю, without. Чизбургер without onions. А они говорят вместо without, они говорят with no onions. Вау. А я первый раз так. Да, и у меня, ну, поначалу было такое, я говорю, а почему ты так говоришь? Он говорит, ты хоть так, хоть так, скажи, все равно будет. Но мне, вот меня тоже так это тогда поразило. With no. Да, они действительно говорят только no. Опять-таки, вот это, сказал no, значит, все, что ты там дальше не сказала, уже no. Ну, я это тоже, я вам объясняю, говорю. Но, говорю, суть вот моего вот этого предложения, что никто, да, не кормит. Понимаешь? Не откормят. Какой закат. 2,09 бензин держится. Такое ощущение, что тут заколдована цена бензина. Тут вот на этой заправке постоянно 2,09. Везде разница 2,19, 2,15, 2,13, 2, сколько. А там всегда, а тут всегда 2,09. Ну, кстати, у тебя тоже всегда самый дешевый бензин. Вот эта заправочка рядом. Я всегда у тебя заправлюсь, когда выезжаю. Заезжаю, заезжаю, заправлюсь и поехала. Даже не шивлю еще. Ой, сори. Бой там, Сэмси. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА